всех приветствую хочу сегодня рассказать свою историю которая приключилась с моим здоровьем и уверен что это поможет тем кому предстоит обращаться в систему здравоохранения европейскую может быть кому-то спасет здоровье или даже и жизнь без преувеличения кому интересно оставайтесь послушайте вкратце перед прошлым новым годом год назад уже да скажем так конец декабря двадцатого года почувствовал слабость в руке все потеря силы в пальцах обратился в госпиталь и отсюда начались началась эпопея сначала искали кровоизлияние в мозге исследования потом сказали идите к общему врачу вам назначат рентген общий врач во время пандемии его ждать нужно два месяца той 3 никто тебя не принимает заказывает встречу по мейлу ну ладно пошел другим путем не пошел к этому врачу пошел на прием напрямую частному попал к травматологу в госпиталь потом государственный и началась эпопея сделали рентген рентген показал что кости все целые потому что он больше ничего не показывает ну теперь мы назначим вам томограмма зачем вы делали рентген если знали что он не показывает никакие нервы ну так такой протокол мы не можем делать сразу томограмму сначала у нас положено рентген а вы знали что рентген ничего не покажет ну конечно как бы это и понятно рентген то назначается когда подозрение есть на вывихи переломы трещины но вы понимаете у нас такой протокол но то что вы меня украли время то что вы меня обучаете это не переживайте все будет нормально ну хорошо назначили томограмму позвоночника хорошо томограмму позвоночника назначили пошел жду день жду 3 жду 5 решил на ресепшн прийти поинтересоваться сколько времени вообще ожидания скажите пожалуйста какое время ожидания до среднее время ожидания полтора года извините я не ослышался сколько время ожидания около полутора лет хорошо обратно возвращаюсь к врачу это правда ну да так а что мне делать вы же видите что ситуация как бы печальная ну хорошо я вам пойду навстречу выпишу другую бумагу напишу очень срочно хорошо замечательно выписывают бумагу очень срочно решил уже не ожидать пришел с этой бумагой прямо на ресепшн скажешь говорю а какое время ожидания когда очень срочно очень срочно это не менее двух месяцев может три может четыре а может повезет и через пару месяцев вас приму ну замечательно в результате что томограмма стоит денег как бы там порядка не помню порядка 200 с чем-то евро 230 или 240 евро один сегмент не их надо делать три ну короче веселуха пошел делать за свои деньги если не хочешь ждать хорошо одну вот так как бы работает этот сегмент системы здравоохранения то есть как бы тебя не посылают на как тебе говорят ну да мы же не отказываемся мы тебе сделаем это исследование ну ожидайте а хочешь так как кто работает зарегистрирован платят налоги тебе положено это делать все там за какие-то ну совсем небольшие деньги то есть это даже не бесплатно кто и полтора года ждет он все равно за это платит ну как бы понять поняли все проехали сделали все сэр у вас здесь в шейном отделе грыжа надо делать операцию какую операцию ну мы здесь удалим один без позвоночный диск выкинем у нафиг сравним позвонок с растим позвоночники и вуаля да ну хорошо читаю интернет какие методы операции не сплю несколько ночей выясняю что можно вставить в шею искусственный диск металлический который амортизирует и дает поворот влево вправо две стороны ну хорошо прихожу к доктору а так и так а вот есть такая методика операции что можно и так сделать и диск не сращивать диски там где этот удалить и поставить имплант и чтобы он и амортизировал и не ограничивал поворот шеи ну да есть такая операция но мы-то ее не делаем ну хорошо веселуха назначили второй меня тест тест называется миопатический то есть который по простому скажем так когда ну как электрика от головы идет сигнал до кончиков пальцев рук и они типа прозванивают по рукам смотрят как сигнал проходит и на каком этапе он может где-то там теряться или ослабевать ну хорошо пошел опять на ресепшен уже не ожидая узнать здравствуйте здравствуйте а сколько времени ожидается это исследование а это исследование ожидается около двух лет извините я не ослышался сколько два года то это нормально вы что не знаете сколько людей в этом нуждаются пятое десятое и причем после его исследования после этого исследования за него все равно нужно платить ну платить там пять шесть раз дешевле полной стоимости ну хорошо возвращаюсь к врачу доктор так и так короче пойду я делать это исследование так нет вам же она не нужно мы же вам уже все исследовали мы вам нашли грыжу в шее отсюда у вас защемление нерва будем делать операцию мы разрежем освободим нервы все будет классно ну да вы уверены что мне не нужно тест делать в этот миопатический который проверяет состояние нервов на абсолютно полная уверенность подпишите здесь пожалуйста бумаги мы вам назначим день операции да ну хорошо уже подписал бумаги на операцию здорово дальше бессонные ночи дальше не мется решил все-таки пойти за свои деньги сделать миопатический тест соответственно за денежки записался ты через там пять дней пригласили сделали тест на обе руки дальше доктор говорит так у вас вообще к шее никакого вообще никаких вопросов нет у вас сигнал от головы через шею проходит замечательно и часть сигнала в локтевом суставе у вас теряется соответственно проблема в локте к шее никакого отношения и проблема с левой рукой тоже только в правой там теряется скажем грубо 50 процентов сигнала в левой там 15 20 ну хорошо дальше что происходит дальше возвращаюсь доктору здрасте здрасте так и так вот я за свои денежки сделал тест который вы мне вы меня убедили что он мне нафиг не нужен даю тест доктор читает глаза становятся больше и больше круглее круглее и потом заявляет ну все значит обменяем операцию режем локоть теперь замечательно режем локоть дальше бессонные ночи изучаю интернет как им режем что де а еще задаю вопрос а что делаем с левой рукой что правая уже начала деградировать начали уже ну явно потеря силы атрофия мышц то есть визуально даже видно что дело печально доктор а с левой рукой у меня же тоже здесь как бы уже и показывает исследование что дела плохи ну подождите левая то у вас пока нормально работает то есть ну а чё ее трогать пока же она нормально ну так это ж пока а потом она станет хуже а потом мы ее будем восстанавливать может ее не надо восстанавливать может надо оказать помощь до того как она пришла в такое же дегенеративное состояние как правая да нет нет это не надо ну хорошо изучаю методы операции все прихожу там через какое-то время говорю доктор а что вы будете делать мне объясните ну мы разрежем локоть освободим этот нерв рассечем соединительные ткани и ушьем хорошо а я вычитал что есть еще делают следующее что бывают случаи когда нужна транспозиция нерва то есть перемещение нерва порядка на 3 сантиметра и вынимают из своего ложи и перемещают внутри на внутреннюю сторону плеть ну как бы возле локтя внутрь руки да да ну это мы во время операции увидим нужно ли это вам делать или не нужно но в любом случае мы это не будем делать потому что мы это не делаем так доктор подождите вы мне будете делать то что мне нужно или вы будете делать то что вы можете ну вы понимаете ну мы это не делаем ну хорошо а другой сустав мне не нужно трогать там карпальную называется папа по простонародному называется запястье да где часы нет там не нужно там проблем никаких нету ну хорошо левую руку до левую забыли вообще не трогать замечательно короче потом говорит но вы можете попробовать не спешить походить еще два месяца на физиотерапию вот если не поможет мы тогда будем вас оперировать замечательно пошел на физиотерапию физиотерапия всякие там процедуры плюс массаж в результате пришел обворачивание горячими полотенцами и посылание нафиг на массаже это 20 секунд тебя за руку согнули разогнули четыре раза и пошел нафиг на следующий день задаешь вопрос а что как почему так то ну вы же понимаете это же как бы у нас тут бесплатная как бы хотя она ничего не бесплатно но все работает на деньги на налогах плательщиков которым я и являюсь короче заключение следующее вся эта эпопея заняла пять с половиной месяцев хождение по мукам если бы и помощь была оказана если бы поддался на мнение доктора то с первого раза сразу бы разрезали шею выкинули бы нафиг диск который мне еще пригодится моей второй половине жизни ограничили бы тем самым поворот шеи а могли бы еще и усадить в кресло инвалидное потому что там еще и мозг идет из головы продолжается в шейном отделе что крайне опасно и самое главное что эта операция мне слава тебе господи не нужна это раз то есть если бы они ее даже делали они не в состоянии сделать так как нужно второе если бы поддался и разрешил оперировать локоть то мне бы на в этом локте никто мне делал транспозицию нерва это два потому что они его не знают как ее не знают как делать третье полетел в украину в понедельник попал с утра на прием к врачу в среду с утра был прооперирован смысл операции прооперировали локоть правый локоть левый запястье правая или как они называют карпальный сустав запястье левая правый локоть перемещение то есть транспозиция нерва на 3 сантиметра из своего ложа во внутреннюю часть левая тоже самое потому что нервы как пожеванные и транспозицию если не сделать вероятность громаднейшая что будет рецидив и карпальные суставы также прооперированы то есть запястные с двух сторон через над на второй третий день после операции улучшение почувствовал через скажем так в первый месяц левая рука восстановилась пол полностью правая пока на 50 процентов прошло уже там после операции пять месяцев ну доктор говорит это все займет больше года и скорее всего так как было уже на сто процентов и никогда не будет сильно запущенная ситуация вот вот такая вот история то есть хотелось бы чтобы кому-то это помогло просто чтобы люди были готовы не развешивали уши не верили все то есть что вешают лапшу на уши а как бы делали свои выводы и где-то приходится значит не жлобиться делать за свои деньги исследований как можно быстрее получать мнение альтернативные мнения из разных источников потому что просто тупо довериться я наслушался тут басен больше чем достаточно а бестолковости местных докторов но не хочу повторять потому что это всего лишь басни я только отвечаю за себя и моя информация это то что я лично испытал на своей школе шкуре живу в лиссабоне госпиталь называется курика брал если какие-то обнаружатся умники готовые со мной подискутировать всегда рад до до фамилии врачей и до выписок и до диагнозов моих бумаг а что касается мнений как бы других о хорошем то а частной медицине слышал мнений ну больше восьми что она не хуже не лучше государственной медицины потому что даже многие сходятся к тому что государственное лучше но уже в частных клиниках тебе ты выигрываешь время тебе сразу начинают там аля лечить или помогать но там тебе улыбаются там может могут в госпитале давать хорошую хорошую еду но что касается именно самого лечения то там работают те же врачи как правило которые в большинстве работают и государственных он может до часа дня принимать государственное во второй половине дня принимать час ну и все вот как бы такая веселуха так что ребята если кому-то моя история поможет или сэкономит время или деньги или здоровья буду очень рад на этом все прощаюсь всем здоровья не болейте